Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в игру ProSycle Manager 2021 года, в нашу карьеру за Агастуса Митчелла, и, так или иначе, сегодня нам предстоит последняя серия этой карьеры, и ГАЗ постарается напоследок громко хлопнуть дверью, проехав Амстал Голд Рейс, Флэш Волонь и, соответственно, Льеш Бастонь Льеш. Начинать мы будем в Голландии, и далее переместимся на две знаменитые бельгийские гонки, заканчивать ГАЗ будет и вовсе монументом велоспорта. Будем надеяться, что нам таки получится в, так скажем, прощальном турне ГАЗа покорить непокорённый нами доселе Льеш Бастонь Льеш. Начинаем же мы с Амстала, тоже гонка довольно-таки коварная, так скажем, не так часто она мне покорялась, как мне бы хотелось. И сейчас за 25 километров до финиша мы включаемся в эту гонку, и как вы видите, у нас здесь уже начинаются поползновения от наших оппонентов. 30 человек всего лишь остаётся в просеянной группе капитанов. ГАЗ пытается присесть сейчас на колесо к Матьё Вандерпулу, что у него в целом с успехом получается. ГАЗ преследует капитанов, которые в свою очередь сели на колесо к атаковавшему Майклу Мэтьюсу. Сейчас пытается отъехать Джулиан Алафилипп, но опять же быстро ловит его. Кастуфруа поймал колесо, далее Майкл Мэтьюс сумел присесть и не позволить порваться в группе, ну а там уже и все остальные присоединились. Атакует гонщик остальные, я подозреваю, что это Джанни Маскон, но его атаку очень быстро гасят. Далее всё продолжается. Куин Симмонс. Митчелл на колесе у Колбрелли, который также поддерживает эту атаку. Но сейчас понятно, что никому ещё не дадут отъехать слишком рано. Слишком рано, за 20 километров до финиша ещё слишком много сил в Филатоне. Конечно, да, он просеивается и уже до 20 человек мы доходили в группе, однако. Сейчас снова пятеро успели переложиться на спуске. Митчелл садится на колесо к атакующему Кастуфруа. Вернее, даже к тем, кто его преследует. Колбрелли. Сорен Кракандерсон, как я понимаю. И Джулиан Алафилипп. Что же, выдерживает Гас на этом крутейшем подъёме. Это последнее прохождение этого тяжёлого холма. И в целом группа немножечко таки и порвалась. Отъехал Кастуфруа, отъехал Колбрелли. Атакует на воссоединение с ними Алафилипп. На колесе у него Сорен Кракандерсон. В группе тоже неспокойно, продолжают работать. Остальные капитаны. Гас немножечко проваливается в этой группе. Чтобы хоть немного перевести дух. Потому что до финиша остаётся ещё 12 километров. А сил-то у нас, к сожалению, не так много. Очередной небольшой холм. Здесь всего лишь 3 с небольшим процентом градиента. Но он всё равно имеет решающее значение. Отстать здесь будет максимально обидно. Гас высидел. 21 человек остаётся в этой группе. Просаживается Агастус до... Ну, практически последнего колеса в этой группе. Однако сейчас пытается выбраться обратно. Продолжаются здесь жёсткие атаки. Снова пошёл Коснофра. Гонщик Ажидузар Ламандиаль сегодня явно нацелен на победу. Но пока что ему не позволяет отъехать. Хотя вот сейчас зарабатывает он себе 7-секундный просвет. Даже до 10 его развивает. Однако Сони Колбрелли включается и не отпускает его далеко. Вдвоём сейчас отъезжает Коснофра и Колбрелли. Пошёл на воссоединение с ними Мэтьюс. И поймали обратно Колбрелли. Теперь атакует. Но его тоже не хотят пускать. Джанни Маскон пошёл. Гонщик Астаны попытался добрать своего соотечественника, однако у него это не получается. Возглавил группу капитанов Агастус. Майкл Мэтьюс в итоге добирается у Лигл Брелли. Валентин Мадуа. Здесь посидел на колесе немного у Мэтьюса. 3 километра остаётся до финиша. Митчелл возглавляет основную группу. Не так много сил остаётся у Гасса. Однако он по-прежнему может себе позволить идти впереди. На спринтерское ускорение хватает. А вот здесь Аллафилип пошёл по правой бровке. И вот Агастус надо за ним, за Аллафилиппушкой посидеть. И тогда есть шансы на финише попробовать разобраться, как финишор Гасс сильнее сегодня. И сейчас из поворота выходит. Не сильно тратится Агастус. И вот здесь на финишный рывок должны ещё оставаться силы. Митчелл против Аллафилиппа. И на финише Агастус Митчелл разбирается таки с Жулианом Аллафилиппом и выигрывает Амстал Голд Рейс. Жужу сегодня только второй, а Марк Хирши занимает третью позицию. Отличное финишное ускорение от Агастуса. И он побеждает Жулиан Аллафилиппа в равной борьбе. Кстати говоря, да, я что-то сказал, что Гас получше в спринте, а у них абсолютно равные показатели по спринту и по АЦЦ. Но тем приятнее победить сегодня Аллафилиппа. Что же, Ля Флэш Волонь нам сейчас предстоит. И вот эта гонка гораздо меньше подходит Гасу. Потому что три покорения Мюрды Уи. Это вам не хухры-мухры. Особенно, когда у тебя нет команды вообще никакой. Как вы видите сегодня, к сожалению, никто из ребят в нашем непосредственном распоряжении не находится. И Гасу приходится все выполнять в одиночку. Даже несмотря на то, что условно Роберт Карпентер, либо же Гевен Маннион очень сильно мог бы нам помочь. Однако, ребята сейчас пытаются удержаться на хвосте этой группы. И если выживут, то это уже будет неплохо. Да и Бен Кинг, кстати говоря, был бы тоже очень полезен как восходитель. Бен очень даже хорош. Но что уж поделать. Придется выживать самим. Шесть километров у нас остается до заключительного восхождения на код ДРФИ. И там уже начнутся основные действия от капитанов команд. Потому как надо разваливать эту большую группу. 92 человека в пилотоне. Это еще слишком много. Плюсом впереди еще есть небольшие порции отрыва дня. У нас там есть заслонный казачок Пир Андракоте. Однако, вряд ли он сможет нам чем-то помочь. Да и вряд ли он будет хотеть этой помощи. Скорее, он нам будет еще что-то приказывать. Потому что, зная этих ботов, которые по отрывам ездят, они очень и очень наглые ребятушки. Так, немножечко нас здесь подблокировал. Гонщик Крупама Француз Дейжун. Ну да ничего страшного. Митчелл потихоньку пытается перебраться вперед. И на Рифи надо постараться не затеряться, быть в первых рядах. Дабы не так много сил затратить, если придется отвечать на атаки других команд. Но начинаются развозы. Гонщик Крупама Француз Дейжун неплохо начал движение на этом подъеме. Ну и в целом, да, всеобщее ускорение такое происходит. И Гасу приходится отвечать. Гасу приходится отвечать. И в целом удерживаемся мы. Немножко уже просеивается группа. 86 человек остается. Но по-прежнему это очень много. Сейчас с выходом на спуск, конечно, немножечко еще подрастянутся, ребята. И пилотон, скорее всего, еще немного разделится. Да, еще несколько гонщиков отваливаются. Уже меньше 70 нас в этой группе. Однако это по-прежнему все еще много. Скорее всего, основные отвалы будут на Шарове. До которой остается меньше 6 километров. Матьео Вандерпул в майке. Альпицин Феникс, кстати говоря, обычно его так непривычно видеть. Он либо чемпион Голландии обычно, либо там чемпион Европы мира. А здесь просто Матьео Вандерпул с рукавами экс-чемпиона Голландии. Но у нас чемпион США Агастус Митчелл здесь ярко выделяется в основной группе. Макси Шахман здесь сейчас пытается поддержать атаку, как я понимаю, Ганна Берналя. Да, именно Берналь сейчас атакует. Казалось бы, на несвойственной ему равнинной части на подъезде к Шарове. Его атаку я бы ожидал где угодно, но точно никак не на равнине. Вот здесь, как раз-таки на крутых градиентах, коды Шарове. Ему само то было бы атаковать на все имеющиеся силенки. Однако, почему-то Берналь этого не сделал. И атаковал сильно заранее. Начинаются атаки капитанов. И Агастус в целом удерживается в этой группе. Небольшой отъезжающий, однако все равно. Все еще очень и очень много гонщиков в основной группе. 28 человек после просеивания остается. Сейчас на равнине. Снова атака Берналья. Не понимаю я, к чему он стремится. Почему именно здесь происходят атаки гонщика Инна с Гренадием? Ему бы на Мюрдэуи атаковать. Это его территория. Выходит вперед, кстати говоря, Матю Вандерпул. А Агастус также в первых рядах. Все хорошо пока что. Начинаются спринтерские атаки прямо-таки от подножия Мюрдэуи. Километр остается до финиша. Газ пока что не идет на все. И очень сильно проваливается в основной группе, к сожалению. Сейчас будет пробовать выбираться как-нибудь. Но пока что это не особо получается. И, судя по всему, Газ сегодня, наверное, даже в десятку сильнее. В дальнейших не попадет. А выиграет, судя по всему, Примаш Рогвич. Да. Именно Прима выигрывает. Матю Вандерпул второй. Йонос Винге Гор сегодня третий. Далее Бауки Молема. Дилан Тёйнс. А, к сожалению, Агастус только одиннадцатый. Да. Флэш Волонь в этом году какая-то заголдованная получается. Ни разу еще не получилось у нас ее выиграть. Ну, а Прима идеальными статами обладает, чтобы выигрывать такие гонки. Будем честны. Ну и заключительная гонка в карьере Агастуса, по крайней мере, в этой конкретной карьере, в двадцать первом ПЦМе. Льеш, Бастон Льеш. Наверное, главная классика Арден. И здесь нам сейчас придется очень и очень туго, потому что в очередной раз мы остаемся без команды. То есть, от слова совсем. За пятьдесят километров до финиша Агастус Мичел остается в одиночку. Колин Джойс, спринтер априори, возомнивший себя я не знаю кем, решил, что сегодня он не должен помогать Агастусу и что он попробует там как-то свои силы, возможно, что он сам рассчитывает на победу. Не знаю, в общем, что он там себе надумал, но нам он помогать не хотел. И ввиду этого снова приходится нам разбираться в одиночку. Ну что уж поделать, видимо, недостаточно мы авторитетны пока что в нашей команде. Хотя, казалось бы, да, уже Амстелл Голд Райс выиграли, а это вам не в носу поковыряться, а все-таки достаточно неплохой такой уровень. Однако нам по-прежнему не доверяют. Впереди у нас сейчас работают УАЭ, вернее работали и Марк Хирши, и Давиды Формулы. Сейчас они уступают бразды правления гонщикам Юмба Висмы. Газ все еще спокойно себе высиживает в пилотоне. Казалось бы, попытался сунуться вперед Матьев Вандерпул, однако это, судя по всему, просто он мышцами поиграл перед нами, дабы показать, что он еще в силах, с ним все в порядке, и его следует опасаться. Но тут же следует атака. Давид Гадю атакуется 40 километров до финиша, и вопрос у меня стоит, не рановато ли, Давид? Отвечает на эту атаку Примаш Роглич. А вот Тады Погачер в майке национального чемпиона Словении пока что спокойно себе сидит в пилотоне. Выбирают сейчас ребят, которые попробовали отъехать. И Марк Хирши снова возглавляет пилотон. Чемпион Бергии Дилан Тюин сейчас пытается сунуться вперед. Очередная попытка отъехать, но не рановато ли? Еще даже не редут. Который мы только-только подъезжаем, 5 с половиной километров остается до начала восхождения на редут. Но по-прежнему сыплются, не то чтобы атаки, но взвинчивают темп. Гонщики по соседству. В очередной раз просеивают группу. Важно отъехать от статистов. Важно, чтобы у основных, так скажем, претендентов на победу не было массовых Грегори. Условно, даже у Погачера сейчас есть его верный Хирши. Есть двое от ДСМ, как я вижу. Есть несколько ребят от Альпицин Феникс. У Гасса, по идее, тоже есть Джойс, однако Кулин ни в какую не хочет помогать. Редут. 2 километра восхождения. Средний градиент 8,8. Тяжелейший подъем. Основная часть в основном. Основная часть в основном, ну да. Вызывает затруднения. Красные градиенты за 10%. Но Гасса таким особо-то и не напугаешь. Так что давайте посмотрим, что у нас в итоге здесь получится. И в целом Гасс удерживается. Не без проблем пришлось просесть по позиции в группе, однако в остальном все хорошо сейчас у Агастуса Митчелла. Никто не отъехал. Из основной группы группа тревов нету. Двое здесь. Трое из Education First. Это достаточно сильное представительство американской команды. Гасс просел в хвост группы. Сейчас бы не отвалиться. На спуске выбирает все-таки Митчелл. Занимает свое место в хвосте. Сейчас короткий. Менее чем двух километров подъем. Вернее даже будет сказать едва ли длиннее километра. Подъемчик, на котором попытка атаки произошла от Йонаса Вингегора. Однако не отпускает Датчанина. По крайней мере сильно далеко. Отъехал он меньше чем на десяток секунд. И тут же ловит его. Тут же ловит его Патрик Конрад. Верный доместник. Матье Вандерпула и атака. Как я понимаю, Деган и Бернали в очередной раз. Деган поигрывает мышцами у нас в Орденах. Однако пока что это ни к чему не приводит. Снова выходит вперед Юмбависма. Рогла здесь. И Рогла показал на флеш Волони, насколько он силен. Пока что не видно Погачера. Никуда не суется Тадей. Вопрос. В силах ли он на настоящий момент? Снова Гас выходит вперед. После просаживания по позиции снова находит себя, так скажем. И бодать сейчас с Йонасом Вингегором за лидерство. Однако. Этот вопрос вообще не принципиальный. Сейчас начинается последний каскад подъемов. И нам предстоит здесь очень и очень туго. На Роше. Атакует снова Эган Берналь. За ним увязывается Жулян Аллафилип. Далее Тадей Погачер. Прошу прощения. Вот Поге только сейчас показался. Это был Примаш Роглич. Перепутал я Славенцев. Здесь же Вути. Здесь, я как понимаю, еще и Роман Барде. Макси Шахман усидел. Вингегор тут как тут. Рядом с нами. Атакует Жужу Аллафилип. И отъезжает недалеко от основной группки капитанов. Преследует его сейчас Макси Шахман. 13 секунд у Аллафилиппа. Мичил удержался. Но сейчас вторая часть этого ступенчатого подъема. Атакует Сони Колбрелли. На колесе Погачер. Колбрелли завязался. Аллафилиппа догнали. Мичил во главе этой группы. Агастус повез по равнине. 8 километров остается до финиша. Газ дожил до вершины. Сейчас надо будет разбираться на финише. Снова атака от Бернали. И снова в неподходящем абсолютно для него месте. Джек Хейк удержался. Тут как тут. Матье Вандерпул атакует. Но опять же не получается отъехать угольщиков сейчас. Очень многие ребята, находящиеся в пилотоне, отвечают на эти атаки. Газ по-прежнему стабильно молотит впереди. Микель Валгерн сейчас ловит атаки в Сони Колбрелли. Макси Шахман пытается проатаковать перед спуском. 5 километров остается. В основном даунхилл. Но под конец еще будет небольшая часть равнинки, на которой предстоит отработать. Агастус удержался до спуска. И сейчас у нас есть умение. Акробатический спуск. Мы его применяем. Надо попробовать создать небольшой задельчик здесь. Вот сейчас на повороте, на крутом. Колбрелли пытается к нас, как это сказать-то, поймать, не отпустить на этом спуске. Но Агастус за счет своего умения быстро спускаться сейчас создает задел. 13 секунд. 17. А вот уже и финиш. Километр остается. Здесь немножечко изменены. Финишные километры. Агастус Митчелл первым пересекает финишную черту. Я сам того не ожидал. Но мы выигрываем Леш Бастой Леш в первый раз за все карьеры на этом канале в 2021 ПЦМе. Вот это да. Вот это неожиданность. Если честно для меня. 20 секунд еще в итоге на финише привезли Вандерпулу. Обычно там еще километра три равнинки. Но здесь прямо-таки после спуска был финиш. И это нам безусловно помогло. Первая победа на Монументе. И это именно Льеш Бастой Льеш. А не условный какой-нибудь Турфландрии или Париж Рубе. 33 очка всего лишь нам дают за эту победу. Вот просто скажите кому так они засмеют. Давайте немножечко промотаем и пересечем месяц, чтобы Газ получил достаточно опыта, чтобы прокачаться еще на один уровень. И выберем ему, так скажем, его финишные скиллы. То, как он будет представлен у нас на финальном нашем экране. Ни Горняк, ни Генеральчик не дают нам прокачки по восхождению. Ну что означает, что нам это не подходит абсолютно. Раздельщик всего лишь по одному к разделке и прологу. Спринтер, один спринт дает важный, кстати говоря. Мы часто на финише разбираемся. Плюс 11С. Второстепенки все прокачиваются. Панчер не дает холмов. Тоже зачем он тогда нужен. Так, северный классик дает плюс 2 к Каблстоуну. И вот это, конечно, нам очень и очень полезно было бы. Что нам даст бордюр? Один к разделке. Но на один меньше к Булыге. Значит, что выбирать... Что ж такое-то? Голос уж пропадает. Выбирать следует северного классика. И на этом мы и закончим. Что же. Вот так сложилась эта карьера за Агастуса Митчелла. К сожалению, да, короткая. Ввиду того, что занят я был очень-очень много времени. И не получилось снимать эту карьеру достаточно долго. Но вы видите статы Гасса, вы видите его результаты в этом сезоне. И вы можете представить, да, насколько много еще побед могло бы быть. Но я обещаю, что это не последнее появление Гасса на этом канале. Когда он еще вернется, не знаю ни я, ни, наверное, вы. Вы стопудово не знаете, так что ладно. Так что пока что мы с ним прощаемся. Да и я прощаюсь с вами. Говорю спасибо за просмотр. Надеюсь, что увидимся с вами уже в следующей серии. Ну а пока... Пока-пока.